Кто смотрел ролик про обзор летолета Е-16, тележки Е-16, помните, как я там жаловался на производителя, что он не удосужился на переднее колесо поставить крыло, из-за этого на разбеге, так сказать, по мокрой взлёточке, по травяной, ну по асфальтовой тоже самое будет, наверное, если после дождя летать. Вся вода с полосы, скошенная трава, какие-то жуки, слизняки, раздавленные лягушки, всё летит без крыла, всё летит в глаза пилоту, хорошо, что здесь стеклом закрыт шлем, залепляет стекло, залепляет объектив камеры на шлеме, у кого она есть, ну короче, некомфортно очень без крыла летать. Почему производитель это дело решил проигнорировать, ну это надо у него спросить, ну очевидно, из соображений экономии. Поэтому встал вопрос, надо как-то исправлять этот косяк, при социализме вот были в продаже мопеды Рига-22, если меня склероз не изменяет, и были в продаже велосипеды Мишка на колёсах-дутиках. Вот там стояли широкие крылья малого радиуса, вот от них, от кого-то из них у меня на моём дельталёте как раз стоит крыло, но теперь уже таких аппаратов в продаже нет, запчастей к ним соответственно тоже не купить, и надо из чего-то делать из другого. Почесал я репу, походил по магазинам, ничего особенных подходящего не нашёл, удалось купить только вот такой вот воздуховодик от кухонной вентиляции, вот здесь написано 75 на 150, 75 это его ширина, 150 высота. Высота нам по барабану, нам главное ширина, вот, а радиус 150 миллиметров, маловато конечно для такого колеса, колесо у нас 8 дюймов, и здесь получается радиус немножко круче, чем само колесо, а крыло же ещё будет на расстоянии от колеса, то есть радиус надо ещё больше, ну что делать? Делать было нечего, поэтому купил такую штучку, как я с ней поступил дальше, взял штангенциркуль, отмерил 40 миллиметров, и вот так вот по радиусу с этой стороны отчертил линию, и с этой стороны отчертил линию, потом взял отрезную машинку с маленьким кругом с изношенным, и соответственно по этой линии, на маленьких оборотах, вот так вот, одну сторону прорезал, и вторую сторону прорезал, в результате у нас получилась вот такая штучка, в отходы пошла, вот она, а вот эта часть у нас стала заготовочкой для крыла, ну как я уже сказал, поскольку радиус маловат, поэтому взял колесо немножко большего диаметра и большей ширины, здесь вот 4 0 на 8, а там 3 0 на 8 покрышечка, то есть она и побольше, и поширше, взял то, что осталось после отрезания, нагрел феном строительным, вот таким, со всех сторон, и в нагретом виде, вот так вот, в перчатках естественно, потому что горячая, вот так вот стал уминать на покрышку, ну конечно, не идеально получилось, сам вот критикую, качество изготовления тележки Е16, а у самого открылось, такими вмятинками получилось, ну что делать, на скорую руку, на коленке, я же не это самое, не как у Евгения, серийное производство, если заниматься серийным производством, конечно, тут надо делать внутреннюю матрицу, наружную матрицу, все это нагревать в зажатом виде, и тогда крылышко будет идеальное, ну, для дачного варианта, ну здесь вот эти мелкие сгибы, кстати, можно еще погреть и пальцами выдавить, устранить вот эти все бугорочки, вмятинки при желании, если будет скучно, можно заняться, вот, ну а пока осталось вырез, здесь вот сделать такой радиусный вырез под центральный болт вилки, вот здесь вот, в этом кронштейне просверлить два отверстия, нагреть феном вот эти лепесточки, выгнуть их горизонтально, вот так вот ставить, ну вот сейчас он под кронштейном, а будет над кронштейном, и двумя винтиками, соответственно, привинтить, и вот так крыло у нас будет, в чем еще прелесть, в отличие от металлического, его можно феном нагреть, и вот здесь расстояние больше или меньше, вот так вот, от колеса еще подогнуть, по месту сделать, после привинчивания винтиками, ну, при желании можно еще будет даже и покрасить какой-нибудь краской по пластмассе, вот такой вариант по изготовлению крыла, у кого такая же проблема есть, вот, можете воспользоваться моим опытом, еще купил тут такие воздуховоды, они поуже, здесь уже не 75, здесь уже 60 ширина, но зато и радиус 20,5-205 мм, для чего я их купил, это, так сказать, на будущее мысли, но здесь вырезать уже планирую по-другому, эту часть по ребру, эту по внутреннему ребру, эту по наружному, потом их вместе вот так складываем, и либо газовой горелкой, либо паяльником эти две половинки вот здесь по радиусу сплавляем, вообще четыре таких штуки надо, вот, из четырех штук можно сделать, вот так они с нахлестом будут, можно сделать полностью закрытое крыло для заднего колеса, и поскольку вот эти части очень длинные, здесь вот под этот болтик можно будет закрепить пластину поставить и закрепить, а снаружи тоже пластиночку горизонтальную сделать, два болтика сюда и сюда, и у нас будет закреплено вот это крыло на полисе основного шасси, на заднем, ну вот четыре таких штуки надо покупать, ну потом если руки дойдут, можно будет изобрести, но это на будущее, а пока вот стояла задача сделать переднее крыло, я его сделал, кому интересно, вот, рассказал вам, как это сделать, можете повторить.